Всем привет! С вами Ростиксон. Сегодня вы узнаете, что такое эфириум. Я объясню простыми словами и чем эфириум отличается от биткоина. Ультимативный гайд по эфириуму. Что такое смарт-контракты, как пользоваться эфиром и как он меняет современную экономику. Если вы еще не понимаете, зачем нужен эфириум, то этот гайд для вас. Но пожалуйста, поставьте лайк, оставьте комментарий, это продвинет мое видео. Спасибо! Эфир. Это вторая по популярности криптовалюта. Главное отличие эфириума от биткоина – возможность быстро создавать смарт-контракты. Биткоин – это просто удобный способ хранить и пересылать средства. Но спектр действий, производимый с деньгами, намного шире. Деньги можно одалживать, депонировать, инвестировать, давать в рост и так далее. Смарт-контракты в эфириум позволяют все это делать и дают базу для новой экономики, свободной от государства и банков. Давайте быстро разберемся, что такое смарт-контракт. Что такое смарт-контракт? Смарт-контракт – это просто кусок программного кода, встроенный в блокчейн. В коде прописаны условия выполнения контракта. Когда они выполнены, автоматически происходит транзакция. Смарт-контракт – это альтернатива юридическим договорам. В юридических контрактах третьей стороной выступает судебная система страны, где заключен договор. Именно она отвечает за исполнение контракта. Смарт-контракты – это точно такой же договор, но только цифровой. Он существует внутри системы эфириум. И его исполнение гарантируется компьютерной программой. А в фундаменте – строгая математическая система. Вот два простых примера смарт-контрактов. Васи собирает деньги на ховерборд на кикстартере. Представим ситуацию, что компания Васи собирает по 10 долларов на кикстартере на создание ховерборда из «Назад в будущее». Условия сделки просты. Участники переводят по 10 долларов. Деньги блокируются на кикстартере. Если удалось собрать 100% от заданной суммы, то кикстартер переводит деньги создателям проекта. Если за заданный срок собрать деньги не удалось, то деньги отправляются обратно участникам. Третьей стороной в этом случае выступает краудфандинговая платформа кикстартер. И мы должны ей доверять на слово, что наши отправленные 10 долларов передадут создателям ховерборда. Либо вернутся к нам обратно. Этот договор можно реализовать через смарт-контракт. Вася просто пишет программку на специальном языке Solidity, где прописаны условия. Когда они будут выполнены, то контракт подпишется и совершится транзакция. Деньги либо уйдут Васе, либо вернутся к контрибьюторам. И это куда надежнее. Деньги не передаются третьей стороне. Они просто блокируются в блокчейне. Любой участник сможет посмотреть программный код и убедиться, что он работает именно так, как заявлено в условии. Если в смарт-контракте проставлено разрешение на прочтение. Дедушка смарт-контрактов. Автомат с газировкой. Еще более простой пример. Представьте себе автомат с газировкой в университетской столовой. Вы вносите монеты, выбираете на опиток и устройство автоматически выдает вам товар. Произошло выполнение простого контракта. Я тебе деньги, ты мне тархун. Причем без посредничества третьего лица. Это значит, что вы получили газировку необратимо. Автомат не может догнать вас и забрать товар обратно. Конечно, если автомат исправен. Торговый автомат – дедушка современных смарт-контрактов. Именно такую аналогию когда-то привел ученый Ник Собо, описывающий их концепцию. Как именно эфириум строит новую экономику? Чтобы построить полноценную экономику, нужен инструмент заключения контрактов и третья сторона, который доверяет обе стороны сделки. Но идея криптовалюты в том, что люди не хотят доверять банкам или государству. Вот тут на сцену и выходит эфириум, предоставляя самодостаточный технический слой, четко и беспристрастно выполняющий свои функции. Вне зависимости от того, доверяет ему или нет. В биткоин смарт-контракты делать сложнее. Эфириум расширяет концепцию криптовалюты до криптоэкономики через смарт-контракты. Если основная идея биткоина это деньги, независимые от государства, то главная идея эфириум это экономическая система, независимая от государства. На сегодня мировая экономическая сеть состоит из экономик отдельных государств. США, Япония, Китай, ЕС и так далее. Криптовалюты позволяют отделить экономику от страны. Эфириум это экономика без страны. Райан Шон Адамс, апологет эфириума и основатель банклесс. Теперь к практической части. Как именно пользоваться эфиром и когда это может понадобиться? Перед тем как продолжить, я рекомендую вам зарегистрироваться на Binance по ссылке в описании. Binance топ 1 криптовалютная биржа, я на ней торгую в том числе. На Binance максимальный объем торгов, максимальная ликвидность, максимальное доверие пользователей и одни из самых низких комиссий на рынке. Плюсом к тому, если вы зарегистрируетесь по ссылке внизу, она реферальная, вы получите навсегда кэшбэк 10% на комиссии на спотовом рынке и даже на маржинальном рынке. Работает в том числе и на фьючерсах, но на фьючерсах комиссии стандартно меньше в несколько раз, чем на споте. Там скидка работает только в течение одного месяца. Если у вас большие объемы торгов, Binance вам комиссии снижает. Покупаете Binance коины, тоже снижает. Торгуете по моей ссылке, снижает. Так там комиссии еще и стандартно достаточно небольшие установлены. Вы можете без проблем брать большие плечи, если вы торгуете с плечами. Если вы покупаете токены, которые только-только листятся, они сразу взлетают на Binance, потому что объем торгов там огромный. Ликвидности много. Сразу она распределяется на новые монеты. Эти преимущества частично есть и на других топовых биржах, но здесь они доведены до максимума. Я рекомендую завести аккаунт на Binance, если у вас его нет. Если есть, завести новый по ссылке в описании. 10 минут своего времени потратить, чтобы с сегодняшнего дня торговать на лучших условиях и зарабатывать больше на ровном месте. Зачем отдавать комиссии, если ее можно не отдавать? Логично. 10 минут потратили и больше зарабатываете всю жизнь. Если у вас нет аккаунта на Binance, сделайте его. Тоже 10 минут потратьте. Если вы сейчас не перейдете туда, и чтобы в будущем он у вас был, и вы не думали, где найти бонусную ссылку. Вы не тратили время в будущем. И факт, что такие подарки бонусы Binance оставит. Поэтому регистрируйтесь по ссылке в описании прямо сейчас. В любом случае аккаунт вам будет максимально полезен. Тем более это бесплатно. Как пользоваться эфиром? В эфире есть два типа аккаунтов. Кошелек и смарт-контракт. И те, и другие могут совершать транзакции, хранить монеты и принимать эфирки. Главное различие в том, что монетами на балансе смарт-контракта распоряжается не человек, а алгоритм. Обычный кошелек управляется связкой публичного и приватного ключа. А смарт-контракт хэшем от собственного кода. Благодаря этому смарт-контракт нельзя изменить. Стоит поменять хотя бы один символ в коде контракта, и хэш необратимо изменится. А блокчейн его отвергнет. Важно не перепутать. Эфириум и эзер это разные вещи. Биткоин условно можно разделить на две составляющие. BTC как денежный актив, единица денег. Блокчейн биткоина. Система, осуществляющая транзакции BTC. В аналогии с эфиром. Эзер это криптоденьги. Эфириум это блокчейн система. Важно понимать, что эзер и эфириум не синонимы. Пример из традиционной экономической системы. Возьмем обычный американский доллар и его в Финляндию через банковский перевод. Основная система межбанковских транзакций называется SWIFT. Через нее в банке в Финляндии получат информацию о переводе. В контексте этого примера USD можно заменить на эзер. А систему SWIFT вместе с банками на эфириум. Как провести транзакцию в эфириум? В эфириум можно делать три вещи. Перевести эфириум другому пользователю. Создать смарт-контракт и записать его в блокчейн. Ну и выполнить смарт-контракт. Смарт-контракт это всего лишь код, который можно исполнить, совершив транзакцию на его адрес. Когда вы переводите эфир, то информация о вашей транзакции записывается в блокчейн эфириум майнером. Когда вы добавляете или исполняете код смарт-контракта, при добавлении блока исполняется код программы. За каждую операцию надо заплатить комиссию. Эта комиссия идет в награду майнерам, чьи компьютеры занимаются добавлением блоков и исполнением смарт-контрактов. Единица вознаграждения в эфириум называется газ. Что такое газ? Газ, ну или бензин, это единица оплаты комиссии в эфириум. Например, перевод с кошелька на кошелек стоит 21 тысячу газ. Считается цена газа в ГВЕЙ, эфирокопейках. ГВЕЙ равен 0,000 сколько-то эфира. Если с ценой перевода все ясно, то стоимость записи или выполнения смарт-контракта зависит от его сложности. Чем больше операций, тем больше газа требуется для его исполнения. В эфириум вы сами назначаете размер комиссии за операцию. Когда вы ставите на очередь какую-то из транзакций, вы указываете адрес получателя, сумму эфира к переводу, может быть, кстати, и 0. Сколько максимум газа вы готовы потратить на исполнение операции? Вашу цену за газ в величине ГВЕЙ. Комиссия вычисляется из количества газа, умноженное на его стоимость в ГВЕЙ. В интерфейсе кошелька обычно есть ползунок, через который можно установить цену за газ в диапазоне от 1 до 60 ГВЕЙ. Чем дороже установлена цена газа, тем быстрее совершится транзакция. Пример расчета комиссии. Перевод эфира стоит 21 тысячу газ. Если вы поставите цену 1 газ равен 40 ГВЕЙ, вы заплатите комиссию за перевод 0.00 сколько-то эфира. Ну, 206 рублей. Зачем ставить комиссию повыше? Количество газа влияет на скорость выполнения. Чем выше стоимость, тем быстрее совершится сделка. Обычно майнеры сортируют все транзакции по стоимости и стараются исполнить первыми те, за которые назначена большая комиссия. Если выставить слишком низкую цену, то транзакция может зависнуть и долго не выполняться. Есть еще одна опасность со смарт-контрактами. Может оказаться, что приложенного газа окажется недостаточно для его исполнения. В таком случае майнер выполнит часть контракта, пока газа хватает на выполнение операции. Он получит деньги за выполненную работу, но транзакция исполнена не будет. Так что не надо жадничать. Как вычислить оптимальную цену за газ? Чтобы не переплачивать за газ, можно пользоваться сервисами расчета оптимальной цены. Например, эфиры газ стейшн. В них отображается примерная скорость выполнения в минутах в зависимости от выставленной цены. Например, 85 за 6 долларов и примерно за 2 минуты будет транзакция. Где 71 гвей, это будет стоить 5 долларов и примерное выполнение транзакции 5 минут. Где купить эфириум? Как и любую другую криптовалюту, в обменниках, на бирже или обменять у друзей. В обменнике. Вам продадут эфириум практически мгновенно. Ну и это удобно. Думать не нужно, ждать тоже. Минусы. Покупать придется по курсу обменника. На биржах он зачастую куда выгоня. Придется заплатить комиссию обменнику. Ну и плюс обменник. Вы должны ему доверять, он должен быть солидным, чтобы вас вдруг не обманули. На бирже. На популярных биржах можно выставлять свою цену. Например, вы хотели бы купить эфириум по курсу 4000 долларов за эфир. Вы выставляете ордер на покупку эфира по этой цене. Как только появляется встречное предложение, сделка выполнится. Но, вероятно, придется подождать. Биржи точно так же берут комиссии за любую сделку, но там они очень малы. Где хранить эфириум? Хранить, как обычно, в криптокошельках. Бывает три вида криптокошельков для эфира. Кошелек на вашем устройстве, программа в вашем телефоне, планшете или компьютере. Деньги хранятся прямо на устройстве, поэтому если смартфон сломается или потеряется, то восстановить средство будет сложно, потому что у вас должна быть фраза, вы ее должны будете записать. А если вы ее не записали, то восстановить средство не получится. Холодный кошелек. Флешка, на которой записаны ваши эфирки. Самый безопасный способ хранения. Но, опять же, можно потерять, либо забыть пароль. Онлайн кошелек или биржа, регистрируйтесь на сайте, кошелек будет доступен по интернету. Пароль можно восстановить, но у сервиса, которому вы доверились, будет доступ к вашим средствам. Нужен высокий уровень доверия к сервису. Я лично не рекомендую хранить средства на биржах или онлайн кошельках, потому что это ненадежно, биржи иногда взламывают. Чем же отличается блокчейн эфириума от блокчейна биткоина? В биткоине хранится история транзакций. Кошелек А перевел к кошельку Б 10 биткоинов. А в эфириуме история состояний. На кошелек А сейчас 1 эфир. На кошелек Б 10 эфир. На кошельке С 0,5 эфира. Если говорить строго технически, то эфириум это транзакционная машина состояний, которая изменяется путем создания новых транзакций. Майнинг почти не отличается. В биткоине новые блоки появляются раз в 10 минут. А в эфириуме раз в 15 секунд. И там и там майнеры на перегонке решают математическую задачу, чтобы добавить блок. И только один получает вознаграждение. Эмиссия биткоина. Как получаются новые монеты? Фанаты биткоина обвиняют эфириум за отсутствие в системе четко определенного количества эфириума. Вспомним, как это устроено в биткоине. Максимальное количество BTC ограничено. Всего может быть 21 миллион монет. Вознаграждение за блок сокращается на 50% каждые 4 года. Такая система может привести к тому, что в будущем участники сети биткоин будут мотивированы лишь комиссиями за перевод и ценностью самого BTC. Так как награда за блоки скоро сильно сократится. В эфириуме нет четкого механизма определения количества монет в системе. Ну и награда за блок. Вместо этого используется минимально необходимая эмиссия. Эфириум автоматически уменьшает вознаграждение за блок до уровня, который необходим для гарантии безопасности сети. Ну, таким образом, количество монет в системе не фиксированное, а минимально необходимое. А теперь довольно интересное. Смарт-контракты в реальной жизни. Интересные кейсы использования. А если вы досмотрели до этого момента, то, пожалуйста, поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь на мой канал, если вам нравится мой контент, потому что это поможет мне в продвижении видео. Теперь, что же такое смарт-контракты в реальной жизни? Смарт-контракты могут сделать нашу жизнь дешевле и надежнее. Особенно в очень больных вопросах. Выборы, подделка лекарственных препаратов и продуктов питания. Однако, не все так просто, чтобы полноценно пользоваться смарт-контрактами в обычной оффчейн жизни, нам все же приходится прибегать к доверенному лицу или сервису. Оракул. Оракул – это доверенный поставщик информации в блокчейн, который вносит в цепочку данные из реальной жизни. Например, кололи ли человеку вакцины или какая сейчас цена на нефть. Если Оракул – человек, то его можно подкупить и волшебная таблетка смарт-контрактов перестает работать. Рассмотрим кейс. Правительство решило выдавать прививочные сертификаты COVID-19 через смарт-контракты. Пациент приходит на прививку, врач делает инъекцию и отправляет на кошелек пациента токен прививочный сертификат. Теперь двери ресторана с Face ID будут разблокироваться перед посетителем, только если он привит. Оракулом в этом случае выступает врач. Именно он передает смарт-контракту информацию о сделанной вакцине. Если врача подкупить, то он не станет делать прививку, а токен передаст. Именно поэтому смарт-контракты пока не перевернули мир. Но давайте прибежимся по самым интересным идеям. Некоторые уже работают. Выборы без возможности вбросить голоса. Механика простая. В специальном блокчейне создается смарт-контракт, который позволяет голосовать каждому законному избирателю лишь один раз. Каждому избирателю падает один токен на специальный кошелек. И он может перевести его на один из 20 кошельков. По кошельку на каждого кандидата. У кого больше монет в кошельке, тот и победил в выборах. Такие выборы практически невозможно подделать, если только не подкупить Оракулу, который выдает токены. Помимо неподкупности блокчейна в избирательной системе, есть и другой плюс. Его стоимость. На выборы в Думу в 2021 году было потрачено 21 миллиард рублей. И они стали самыми дорогими в истории России. Большая часть денег ушли на защиту от коронавируса, питьевую воду и зарплату членам комиссии. Выборы на смарт-контрактах можно проводить прямо с телефонов избирателей. А блокчейну не нужно платить зарплату, поить водой и протирать антисептиком. Теперь еще один пример. Контроль поставок оригинального лосося и фармапрепаратов. Если вы разбираетесь в еде, то наверняка знаете, что фермерская искусственно выращенная форель дешевле, ну и не такая вкусная, как морская. Блокчейн со смарт-контрактами можно использовать для отслеживания полной цепочки поставок продуктов питания. На форель в супермаркетах можно навести QR-код и увидеть всю цепочку поставок рыбы. От места вылова через руки каждого из перекупщиков до супермаркета. Там же можно проверить документы и факт оплат. Особенно остро стоит вопрос контроля поставок лекарственных препаратов, где цена подделки измеряется здоровьем покупателя. Блокчейн для контроля цепочки поставок уже использует Nestle, Mercedes-Benz, Cars, Walmart. А к 2025 году планирует и Почта России. Инвестиции в недвижимость. Если у вас есть всего 5000 долларов, но вы хотите вложиться в дорогую недвижимость, то это можно сделать через смарт-контракты. Цена недвижимости разбивается на токены, и их можно распродать за совсем небольшие суммы. Смарт-контракт будет отвечать за распределение прибыли. Ну вот примерно и все. Вы сейчас узнали о эфириуме, как он работает. Что такое смарт-контракты? Как их можно использовать в реальной жизни? Как в цифровой? Пожалуйста, задавайте вопросы в комментариях, поддержите мое видео, отправьте его своим друзьям, которые интересуются криптовалютой. Напишите в комментариях обзор, какой монеты мне сделать еще. Мне будет самому интересно.